Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC с вами Теймур Атаев. На прошлой неделе наш телеканал очень подробно освещал исторический визит президента страны Ильхама Алиева в Болгарию. Со своей стороны в рамках нашей передачи мы рассматривали не только азербайджанно-болгарские взаимоотношения, причем подробно, но и, естественно, газовый оценок этого визита. Были проведены очень серьезные мероприятия, мы их также постарались с разных сторон осветить, и те мероприятия, которые были проведены в рамках этого визита, они показали значимость Азербайджана для европейского пространства, насколько на сегодня позиция Баку, официального Баку, важна с точки зрения обеспечения энергобезопасности европейского континента. Ну и на этом фоне прошли парламентские выборы, это досрочные парламентские выборы в Болгарии, это уже четвертый выбор менее чем за два года, и вполне понятно почему, потому что никак не сформировано правительство. Естественно, что еще не обнародованы официальные данные, должно пройти три дня после проведения, значит осталось где-то двое суток. Ну мы со своей стороны постараемся рассмотреть отдельные нюансы, хотя бы первичной информации, которая уже поступает, это данные exit poll, это данные, которые опубликованы уже в различных средствах массовой информации, и с нашими гостями попробуем определиться, насколько у Болгарии получится в этот раз формировать правительство. Почему мы обращаемся к теме парламентских выборов? Рассматривали очень серьезно Францию, очень серьезно рассматривали муниципальные выборы в Англии, недавно буквально на прошлой неделе рассмотрели и итоги в Италии. Именно на внутренней площадке формируются те нюансы, которые потом приводят к тому результату, который происходит на внешней площадке и важный не только для тех или иных стран, но и для их окружения, а в целом и для всего европейского континента, что очень важно в нынешних условиях мировой турбулентности. С нами сегодня Эльчин Алла Углу, журналист. Здравствуйте, Эльчин Малем. Добрый вечер, приветствую вас. Спасибо. И Эльшан Меджидов, политический обозреватель, рады видеть вас в нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Эльшан Малем, первый вопрос к вам. Вы, наверное, помните, что коалиционное правительство Кирилла Петкова, в состав которого входили четыре политические силы, смогло удержаться у власти всего полгода. И, естественно, после этого президент Румен Радзев предложил сформировать правительство уже другим силам, в том числе различным коалициям. Ну и практически вот три эти попытки, они не увенчались успехом, к сожалению. И вот этот правительственный кризис, он сохранялся. И в конце концов, уже после трех попыток, необходимо было провести досрочные парламентские выборы. Они прошли воскресенье. На ваш взгляд, вот первичные данные, ну мы оперируем естественными данными Экситпола, на ваш взгляд, насколько сейчас вот складывается ситуация, что возможно будет все-таки сформировать реальное действующее правительство? Благодарю за вопрос. Ну, первое, что мы можем наблюдать, когда мы изучаем вот политическую систему Болгарии и последние, значит, полгода, полтора года, это то, что в обществе и политической арене наблюдается очень большая раздробленность. Разные, значит, части, они по-разному рассматривают внутренние и внешнеполитические приоритеты и не могут прийти к взаимному соглашению о том, как нужно формировать внутреннюю политику, внешнюю политику. Это приводит к тому, что народ тоже не доверяет политическим партиям и это можно и сейчас, значит, понаблюдать. Согласно, значит, официальным данным явка на избирательных участках составляла всего 50%. Это говорит о том, что 50% населения, они вообще не хотели участвовать в этих голосованиях. Это говорит о новом. Ну, здесь, есть здесь, скажем, апатия какая-то, в конце концов, это уже, ну, четвертый парламентский выбор. Да, конечно. И поэтому я говорю, что это является не просто каким-либо ситуативной проблемой, это является такой продолжительной, динамичной проблемой, которая приводит к тому, что вы не только лишь не можете сформировать правительство первый раз, второй раз, третий раз, вы уже должны идти на новые парламентские выборы. И новые парламентские выборы, они тоже показывают, что люди не хотят просто, значит, доверять свою судьбу вот этим политикам. Это говорит о многом. Это говорит о том, что, значит, политические институты, они потеряли свой авторитет на глазах своих собственных избирателей. Это раз, что мы можем наблюдать. С другой стороны, надо сказать, что вот коалиционное правительство, они, так скажем, да, есть такое общепринятое, такое мнение, не общепринятое, такое мейнстримское такое мнение о том, что коалиционное правительство, они, конечно же, по своей эффективности уступают более сильным правительствам, которые состоят в основном из одной фракции или одной партии. Почему? Потому что, ну, коалиционные правительства, они должны идти на взаимные компромиссы, Между ними могут быть определенные нестыковки по части идей. Достаточно взять в пример Германию, где, например, Олаф Шольц и министр иностранных дел Бербок по-разному рассматривали внешнеполитические контуры. Если помните, еще до всех этих событий, столкновений между Российской Федерацией и Западом, Олаф Шольц был сторонником соглашения с Российской Федерацией, а министр иностранных дел Германии была сторонницей санкций по отношению к Российской Федерации. Почему? Потому что не смогли тогда сформировать единое правительство, пришлось создавать определенную коалицию. Но это, в принципе, ослабляет общий потенциал. Это, конечно же, ослабляет. Государство, оно должно стремиться к центростремительным элементам. То есть, чем больше будут центростремительные элементы, тем больше у него будет власть. Крепкая власть, крепкая государство. Да, конечно, с тем, чтобы решать насущные проблемы. Потому что сейчас проблем очень много, как во внутренней политике, из-за энергетического кризиса, который переходит в экономический кризис, в финансовый кризис. То есть, экономические проблемы чреваты социальными проблемами, а те, в свою очередь, политическими проблемами. Это во внутренней политике и во внешней политике тоже. Для того, чтобы сформировать сильную внешнюю политику, у вас внутри должны быть определенные четкие представления о том, что болгарский народ и болгарское государство хочет и какие основные вызовы текущего времени с тем, чтобы приспособиться к нему. Ну, еще мы, наверное, здесь должны учитывать, что, в принципе, Балканский полуостров, естественно, Болгария и страны, которые в близлежащем окружении, это всегда, ну, это кто-то может говорить, там, Южная Европа или там Юго-Восточная. Реально это центр Европы с точки зрения влияния и воздействия на мировое пространство. То есть здесь не идет речь же только о Европе. Мы прекрасно увидели вот сейчас, во время последнего визита президента страны, насколько Болгария на сегодня и дело даже и не только в интерконнекторе, но насколько Болгария оказывается в центре даже для своих соседей. То есть именно вот этот момент, может быть, он и является одним из основополагающих с той точки зрения, насколько политики должны четко определять свою линию, чтобы получать вот голоса этого электората в свою пользу. Да, конечно. И надо сказать, что если мы посмотрим на те партии, которые победили, то есть преодолели барьер, то они с политической точки зрения достаточно разные. Там есть левые, там есть правые. То есть центристов найти достаточно сложно. Почему? Ну потому что центристы, они в основном придерживаются общих взглядов. Вот, например, Соединенные Штаты Америки, Республиканская и Демократическая партия. Они республиканская правоцентристская, а демократическая левоцентристская. То есть они оба центристские, и поэтому люди в основном идут голосовать либо за республиканскую, либо за демократическую. Да, там раздробленности может быть, но так или иначе в целом люди придерживаются по большей части центристских взглядов. В Болгарии мы видим совершенно по-другому. Здесь центристских, так скажем, сильных партий, ну не очень-то много. В основном это либо правые, либо левые. То есть очень сильная поляризация. Да, очень сильная поляризация. В продолжении темы хотелось бы услышать вас, Ильчим Алим, уже. Но по данным, опять-таки, экзитпола мы видим, что первые комментарии, скажем, это объединение «Продолжаем перемены». Там Кирилл Петков, Василев, они уже конкретно сказали, что будут конструктивные оппозиции. То есть подчеркнули, да, поздравили они вот этот дуэт герб СДС победы и сказали, что они будут вступать в коалицию. То есть не с герб СДС, не с движением «За права и свободы». В свою очередь, вот лидер этой ДПС, это Мустафа Карадай, глава возрождения Кастадин Кастадинов, они сказали, что мы готовы, в принципе, сотрудничать. Но насколько вот голоса именно этих партий могут сыграть значимую роль с точки зрения формирования правительства. И поэтому уже сейчас вот мы сталкиваемся несколько с пестимистическим прогнозом различных аналитиков, ну и как в Болгарии, так и вне, что опять, возможно, будет сейчас реализовывать власть, скажем, продолжится работа технического правительства, как называется, и предстоят новые досрочные выборы. Ваш взгляд на это? — Передо мной буквально последняя данная, Альфа Ресуэджи и София Гло. Согласно этим данным, партия Борисова получила 25,8% голосового, либеряльное и премьеропейское продолжение изменений бывшего вегера Петкова, 18,5%. А что касается турецкой и этнической партии, движение «За права и свободы» — это ведущие эксцессоры общества, и, скорее всего, она согласится войти в коалицию. Скорее всего, дело закончилось тем, что, как в ближайшие случаи, будут созданы технические, именно технических, как нет, потому что кроме этих трех крупных сил в парламент также вошли три маленьких партии, относительно маленьких. Но, в принципе, мы наблюдаем совершенно интересную ситуацию, точнее, проферкуацию ситуации. Болгары и живущие там другие этнические мунические мунические, они уже устали от экономических вариантов, особенно гиперекуляции, особенно скачущих цен, и, самое главное, от нехватки энергоносителей. Война в Украине оказала катастрофическое воздействие на всю экономику Болгарии, которая заточена на экспорте, особенно сельскохозяйственной продукции и продукции сельскохозяйственной обработкой. Именно из-за этого Болгария сейчас уступает в роли не стражившего, а в роли ищущего. Именно этот статус помогает Болгарии найти новые пути и новые, в частности, применения его так ищущих, очень маленьких валютных золотых резервов. Ну, про стоимость сельскохозяйственной Болгарией, ну, это, честно говоря, ничего не будет. Именно поэтому в течение последних лет Болгария буквально обновила свой антерепорт по изменению в кабинете министров и правительства. Что ожидает конкретно официальная СЭФ? Официальная СЭФ скорее всего поджидать окончательный результат по бороться, и только после этого будут проведены внутри коалиционные консультации. Петьков и Борисов, скорее всего, договорятся. Потом, через месяц, скорее всего, будет создано некое подобие работающего кабинета министра, и этот кабинет министра приступит к своим обязанностям. Что касается парламента, парламент, как и сейчас, будет поделён на 6 фракций, из них 2 фракции, которые были уничтожены, группами, точнее, фракциями, которые ввели с собой учили. Это, например, последний законопроект, который был принят в парламенте Болгарии, они доказывают, что коалиция, хотя и прыщи, пошла иногда, когда нужно, умеет договориться. Я с вами согласен в том, что Болгария в целом сообществе стала вести прагматичную, чётко уверенную и рациональную внешнюю политику. Но внешняя политика, она иногда влияет на внутреннюю политику. А внутренняя политика Болгарии, она, увы, оставляет желать лучшего. Например, в столице, в Софии, в сравнении с промышленными, точнее, с 2019 годом, безработицы увеличились на 1,5%. Промышленные продукции, выпуск промышленных продукций... Ильчин, Али, вы вот те данные, что приводите, это за какой период вы приводите? Это 2019 год, два года. Я сравниваю двухгодичный отрыв, двухгодичный люфт, который был в промышленности Болгарии. И, как говорили, очень любят сейчас говорить, в европейской политике, в МинТСК грядет суровая зима. Суровая не только метеоусловия, а суровая именно экономическая, особенно, в вопрос обеспечении энергоносителей. И, в особенности, в вопросе диверсификации и поиска активных путей снабжения энергоносителей. В этом случае Болгария вынуждена была искать другие пути обеспечения, особенно природным газом. И Азербайджан, и не только Катар, и не только Азербайджан, и США помогли Болгарии. Особая помощь Болгарии была оказана Азербайджанам и США. Да, США и Болгарии обеспечили дешевым газом. Например, если всего лишь 8 месяцев тому назад тысячи кубометров природного газа Болгарии продавали за 148 лет, то сейчас те же самые кубометры стоят 743 лево. То есть рост цен на лицо. И в таком случае... Но это вы имеете в виду сейчас вот с 1 октября, или вы до этого имеете в виду цены? Настоящий момент был отпуск газостроительной станции. Цены, они выросли почти в 5 раз. Но идет снижение цен именно с 1 октября, потому что когда была новость, что интерконнектор подведен в действие, в силу, и азербайджанский дешевый газ уже поступил в Болгарию, в Болгарии произошло резкое снижение цен на энергоносители, особенно природный газ. Но это в частности глобальная ситуация внутри экономической ситуации в Болгарии, она в принципе неплохая. Болгария имеет все шансы, имеет хороший потенциал развития, имеет не скачкообразное развитие, как в соседней Северной Македонии, или в той же самой, после Никитсоговения. Но уверенное развитие обуславливается некоторыми, несколькими причинами. Первая причина – Болгария не расстреляла хозяйственный агропромышленный потенциал, который был еще во времена СЭП, то есть Варшавского договора и во времена бывшего социализма. 18 крупных агропромышленных комплексов до сих пор действуют, хотя многие, например, 98% из них уже переименованы в различные фирмы. Действуют также два завода по обработке сельскохозяйственных продукций. Болгария, в принципе, сельскохозяйственная страна, которая имеет все шансы обеспечить не только Европейский Союз, но и близкие страны, даже Азербайджан сельскохозяйственной продукцией. Ну, так же можно сомневаться. Вопрос, Ильчим Маля, вот даже вот все цифры, что вы сейчас приводите, получается, что даже при всей той вот инфляции, приросте цен и так далее, в принципе, потенциал у Болгарии сохраняется, и это, в общем-то, очень положительный вывод и для нас всех, потому что это дружественная нам страна, очень близкая, и мы заинтересованы в развитии этого государства. Но, опять-таки, мы видим и роль действительно Азербайджана в этом. И как раз сейчас хотелось бы услышать вас, Ильчим Малин, в том, что вот цифры называл очень подробно Ильчин Аллы-Углы. И комиссия по энергетическому и водному регулированию Болгарии приняла уже два дня назад на закрытом заседании предложение компании «Булгаргаз» об уменьшении цены на газ. Ну, на газ. То есть в сентябре это было где-то 180 евро, с начала октября буквально новая цена уже 116,5. Ну, плюс-минус там идет. Естественно, это связано с запуском интерконнектора Болгарии, Греции, потому что газ из Азербайджана поступает. Быть может, вот такое все же развитие событий, но уже я пытаюсь экономику как-то связать с политикой, может быть, все же приведет к какому-то взаимопониманию вот внутри парламента с той точки зрения, чтобы вот функционирующее уже новое правительство могло как-то двигаться вперед уже вне вот этого опасения, что ожидать опять вот этих выборов досрочных. Очень интересный вопрос. Давайте проанализируем. Ну, в первую очередь надо сказать, что значит газ от Азербайджана в Болгарию поступает в больших объемах, чем раньше. Значит, период того, когда Российская Федерация, наоборот, снижает поставки газа в Европу, в частности, в Болгарию. То есть это очень важный фактор. Потому что Азербайджан, согласно подсчетам, уже в некоторых странах Европейского Союза, ну и вообще Европы, значит, экспорт газа доводит до 80%. Это не во всех странах, конечно же. Где-то 10%, где-то 15%, где-то 80%. А это очень важно. Почему? Потому что Азербайджан составляет определенную конкуренцию. Не Российская Федерация, потому что у нас только газа нет, чтобы действительно составлять им на европейском пространстве именно вот такую конкуренцию. Ну, в отдельных, как бы так сказать, государствах это очень важно, знаменательно. Это с одной стороны. И поэтому, значит, позиция Азербайджана является очень важной. С другой стороны, как вы сказали, Болгария, она находится на Балканском полуострове, который очень сильно влияет на всю, значит, европейскую политику, а можно сказать, и на мировую политику тоже. То, что Азербайджан поставляет газ, который считается более дешевым, чем российский газ, вот он и является очень важным с политической, геополитической точки зрения. То есть мы стабилизируем не только лишь процессы, которые происходят в Болгарии, но мы стабилизируем процессы, которые происходят в целом регионе. Да, потому что дальше из-за газа. Который является, значит, очень проблематичным. То есть если Европу можно расколоть, то есть Европейский Союз, это скорее всего будут в тех точках, которые являются наиболее проблематичными. И один из них, конечно же, является Балканский полуостров. И то, что Азербайджан, значит, Болгария в другие страны, значит, поставляет под газ, тем самым позволяя этим государствам на внутреннем рынке стабилизировать цены, который в свою очередь позволяет уже избегать вот такой пропасти между народом и государством, поскольку народ всегда требует, чтобы его хотя бы минимальные, значит, потребности реализовать. А если государство не может его реализовать, соответственно, значит, гнев, ну можно сказать и правильный гнев, и неправильный, тогда неважно, народный гнев всегда есть, ну и соответственно, от этого и берет свои корни недоверие народа, по отношению к политическим партиям. И то, что Азербайджан сейчас достиг хороших взаимоотношений с Болгарией, да, конечно же, она будет способствовать тому, чтобы в Болгарии была экономическая стабилизация, экономическая стабилизация откроет путь к политической стабилизации. И будем надеяться, конечно же, мы это точно сказать не можем, но будем надеяться, что эти новые парламентские выборы способствуют тому, что появится какое-либо правительство, коалиционное или не коалиционное, но скорее всего, коалиционная она будет, и она сможет сформировать внутреннюю внешнюю политику Болгарии с тем, чтобы в Европейском Союзе, в европейском пространстве значит ситуация была достаточно стабильна. Как раз то, что вы говорите, показывает актуальность того, по какой причине мы все-таки в рамках нашей передачи рассматриваем все время парламентские выборы. Буквально, в смысле, мы рассматривали Италию, до этого там совершал визит президент страны, сейчас вот в Болгарии выборы тоже до этого совершил туда значимый визит президента Азербайджана Ильхам Алиев. И что интересно, вот и в Италии мы это слышали, благодарность в сторону Азербайджана и Болгарии, даже выступал президент Сербии, мы слышали выступление господина Вучича. Можно одно добавление сделать, я хочу развить, значит, идею Эль Чемелем, он говорил про, значит, сельское хозяйство Болгарии, которое достаточно развито для того, чтобы обеспечить не только лишь внутренний рынок, не только в Европу, но и экспортировать ближайшие государства, например, в Азербайджан. Вот это газовое соглашение, оно вот с этой точки зрения является таким взаимовыгодным. Мы не только лишь расширяем свои возможности, энергетические возможности в европейском пространстве, но и то, что в Болгарии, значит, будет дешевый азербайджанский газ, способствует тому, что там будут низкие цены не только лишь на промышленность, но и на сельское хозяйство, и Азербайджан сможет диверсифицировать свои сельские поставки. Мы сейчас больше берем от Российской Федерации, одновременно с Украиной тоже у нас есть соглашение, но если этих поставщиков будет больше, на одного больше хотя бы из Болгарии, это приведет к тому, что в Азербайджане тоже вот цены на продукты питания и инфляция будет постепенно снижаться. Ну что ж, очень интересно как раз вот это добавление, тем более, ну, видите, мы рассматривая и газовые вопросы, скажем, социальные, все же и приходим к вопросу продовольственной безопасности. То есть сельское хозяйство, особенно в нынешних условиях, и как вот Эльчим Алим говорит, оно становится очень важным подспорьем, особенно в условиях общемировой и такой глобальной продовольственной проблемой. Эльчим Алим, еще все же вот в рамках обсуждаемого хотелось бы услышать, ну, очень низкая избирательная активность, конечно, была, да, вот в этот раз, ну, понятно, как-то отдельные нюансы мы поговорили, вот, с Эльчим Алимом, понятно, где-то апатия, где-то что-то недоверие и потом и то, что вот вы говорите, общая экономическая ситуация, но все же понятно, что сейчас болгары очень, как сказать, ну, будут внимательно следить, наверное, за первыми шагами, которые вот будут предпринимать новое правительство. На ваш взгляд, все же, какие будут первичные шаги и насколько вот активность болгарского населения, она будет чувствоваться этими, ну, новыми, ну, новой, скажем, новым правительством. Вопрос в том, что, да, конечно, можно, из статистического болгарина Пятька и Иванку в том, что они не принимают активно действия, участие в притурном марафоне, но мы должны учесть то, что в течение 18 месяцев в Болгарии не трехали политические распри, политические дискуссии и, честно говоря, как независимое произведение русского классика, народ устал. Или, как говорит писал Пушкин, народ безмолвствует. Вопрос в том, что болгарам нужно немного, им нужна уверенность в завтрашнем дне, им нужно рабочее место, им нужно теплой квартире. Вот и все. И болгарские боеполитики то же самое повторяли. И это самое главное. Болгары сейчас хотят в темне и одновременно в несколько больших геополитических игр. Первое. США и НАТО хотят усиления болгарской армии. Именно за счет Болгарии. Точнее, за счет того, что они будут выдавать новейшее оружие, вооружение, боеприпасы. Но за это каждый болгарин должен заплатить или сейчас, или в течение некоторых лет. Болгарии этим не доводны. Армия есть и будет сильная. Конечно, любая страна хочет, чтобы ее вооруженные силы давлевали над соседями государственными, чтобы его боялись, уважали и все такое. Это хорошо, это велико. Но прагматизм и рационализм говорят о том, что если любой государственный, независимо от где он находится, усиливает свою армию, то бюджетные исчисления в социальную сферу, медицинную и образование автоматически вырезаются и уменьшаются. Болгария это знает и не хотят, как ни парадоксально, усиливать свою армию абрансами, новейшими ракетами и противовоздушными системами. Второе. Болгария хочет принимать действия, активное участие не только в коридоре запада-востока, но и в срединном коридоре, который продолжит его зарплатить. Болгария занимает очень выгодное геополитическое место координаты на берегу Черноморского бассейна. То есть Болгария сама по себе является геополитическим смирением и где Болгария может вычислить из этого немалые выгоды. Вы имеете в виду именно геополитическое положение, да, с точки зрения географии и политики? Совершенно верно. Азербайджан тоже имеет немалую активность и огромный вес в Каспийском регионе. Поэтому договор о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии, которое заключено 7 лет тому назад, в 2015 году, между Покой и Софией, имеет очень большие перспективы. Не только в области сельского хозяйства. Нет. Наши вооруженные силы могут дополнить друг друга во время совместного печенья. Несмотря на то, что Болгария является страной НАТО, Азербайджан может перенять кое-что в армии Болгарии и кое-что отдать этой армии, научить эту армию. Особенно новой тактикой боев, новой тактикой 4-й дегибридной войне и далее. Третий пункт, который он может заинтересовать не только болгаринам, но и всех, еще идти на Балканском полустрове. Это именно вопрос продовольственной безопасности. Да, мы можем сколько угодно говорить о политике, геополитике, о разломе кирполитических величин, но вопрос в том, что продовольственная безопасность сейчас вышла на первое место. Даже нарушно-промышленные гаваницы, даже нарушно-технические изобретения, даже эти технологии еще отошли на второе. Потому что именно ныне вопрос стоит в том, как обеспечить население правоводствия, как обеспечить население и население. Конечно, это ежедневные потребности в принципе любого человека, вполне понятно. Вопрос в том, что вчера в болгарской прессе была перепечатка большой статьи из Франкбурта в Романе. И там говорится о том, что если в прошлую зиму среднестатистический германий платил за газ в месяц приблизительно 80 евро, то теперь ему приходится платить где-то 3-4 раза больше. И болгары очень довольны интерконнектором, хотя это слово они только что услышали, буквально в ближайшее время услышали. Я не думаю, что каждый болгарин знает, что такое интерконнектор, но теперь это слово превратится в мем в социальных сетях. Болгары в социальных сетях очень часто пишут это слово, и они очень довольны, что трубопровод длиной всего лишь 185 километров, она в принципе изменила соотношение сил не только экономики, но и в политике. То есть мы можем рассматривать этот трубопровод, ну что такое 185 километров, где Азербайджан, который построил там, Танаб, Паку-Черехан и другие многомиллиардные проекты. И что такое? Эль Тималем, хочу сразу добавить, что вот мы видели и в Италии, и как раз-таки во время этой встречи в Болгарии, и ТАП уже все знают, и Танаб, и интерконнектор, уже это все становится не просто популярными, а настолько жизненными, что если раньше там еще этот энциклопедический словарь открывали, сейчас это все уже даже ТАП, 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 Каспийский, все очень, они начинают очень четко знать и даже доводить до тех, кто пока еще, так сказать, новый на этом пути. Да, я хотел бы закончить четвертым пунктом. Самое главное, что с помощью Азербайджана, Турции, Катара и США, Болгария постепенно становятся не только геополитически весом, но и перевалочным пунктом, транспортным, условным хабом для транспортировки энергоносителей из Азии, из Северной Африки, из США в Европу. То есть значимость Болгарии неимоверно возрастет в течение ближайших лет. И я очень хотел бы, чтобы официальный Баку очень активно разъявлялся с этой страной, потому что эта страна является, хотя и православно-славянская страной, но она является дружественной страной. И она находится в очень исключительно важном геополитическом сегменте в Европе. И она может, особенно с этой страной, может дать нам неимоверно большие плоды не только в геополитике, не только в экономике, не только в военной сфере, но и в культуре, и в других областях. Потому что Болгария, в принципе, массы свои, они вполне дружелюбные и толерантные отношения к нашей стране. Начинали. Мы как раз вот в конце прошлой недели рассматривали вопрос, насколько благодаря фонду Алиеву, сейчас вот Велико-Тырново, это древняя столица, получает развитие. Там и развитие церквей, там и развитие фактически. То есть вот сам город, он начинает получать те черты, которые его характеризовали много веков назад, за что и все время благодарится официальный Баку. И по-противски взаимоотношения уже это между Шой и Велико-Тырново как раз вот это показывает, насколько вот мультикультуральность, которая характеризует нас как Азербайджан, как государство и как народ, оно уже сколько времени как раз проявляется и на внешнем поле. И сейчас, Ильчам Алим, как раз вот в рамках того, что говорил Ильчина Лауглы через призму и газовых моментов, и через призму в целом, да, про тех нюансов с точки зрения геополитики региона, Балканский полуостров. Вопрос такого рода, насколько вот операторы национальных систем по транспортировке природного газа из Болгарии, Румынии, Словяки и Венгрии выступили еще до этих событий с инициативой доставки посредством вот своих интеграционных систем газа. То есть практически здесь уже не нужно думать о чем-то, там новые какие-то застройки и так далее. Там даже идет уже речь, объем до 5 миллиардов кубометров из Турции, то, что как раз говорил Ильчина Лауглы, насколько и турецкая линия, и азербайджанский, и южный коридор, все это фактически становится соединительным звеном с европейским континентом именно вот в этом, на Балканах. На ваш взгляд, вот южный газовый коридор через эту призму проекта, вот это Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария, насколько все же вот южный коридор начинает играть уже более широкую, значимую роль в этом вопросе? Ну, перспективы действительно очень большие, то есть если мы говорим уже о транспортировке газа не только лишь в Болгарию, Словакию и так далее, а еще дальше, то есть его именно расширение, его диверсификацию, то диверсификация, она будет не только лишь со стороны Европы, но она должна быть со стороны Востока, то есть не только лишь азербайджанский газ, но и допустим туркменский газ, казахский газ и другие, значит, прикаспийские государства, они тоже могут присоединиться к азербайджанской ветке и таким образом Азербайджан будет поставлять не только лишь свой собственный газ, но и другие государства. Это увеличит еще больше геополитическую и экономическую значимость государства, поскольку с замораживанием взаимоотношений России и Европы и отсутствием каких-либо серьезных взаимоотношений с Ираном, Азербайджан приобретает еще большее значение. Мы видим, что логистическая значимость Азербайджана возросла несколько раз из-за всего этого, из-за увеличения значимости среднего коридора. Но сюда надо добавить и энергетический фактор, и то, что в Европе на газ большие, значит, потребности приведут рано или поздно к тому, что и другие государства, значит, свои артерии перекинут на Европейский Союз. Вот, например, есть такие расчеты, согласно которому в Европе к зиме, значит, газ может подорожать до 4 тысячи долларов. Но экономисты говорят, что вот такой большой, как бы так сказать, скачок цен, он не может оставаться вечно таким большим. Почему? Потому что если цены в Европе 4 тысячи долларов, то другие поставщики, то есть источники места газовых рождений, они могут сорвать свои, значит, контракты с другими, значит, клиентами и перенаправить свои газовые, значит, ресурсы в Европу. Даже несмотря на то, что это с экономической точки зрения может привести к судебным разбирателям со своими бывшими клиентами. То есть вопрос финансовый. То есть если спрос в Европе очень большой, это приведет к тому, что, значит, вот эти поставки, которые идут, допустим, в Азиат и Тихоокеанские регионы и так далее, они могут сменить свой вектор в сторону Европы. Когда они сменят свой вектор в сторону Европы, опять возникнет вопрос логистики. С помощью каких путей доставлять вот все это. Будет, конечно же, с помощью танкеров, то есть по морскому пути и так далее. Но, конечно же, сухопутные коридоры, они тоже будут очень актуальными, и Азербайджан – это страна, которая не смешивает политику и экономику. У нас могут быть какие-либо проблемы с Европой или с какой-либо другой стороной, но с экономической точки зрения мы всегда выполняли свои обязательства до конца. И Европа это знает, Европа это ценит, и другие государства они тоже ценят, они прекрасно знают, что Азербайджан никогда не будет использовать энергетический фактор в качестве шантажа, в качестве определенного механизма давления. У нас вот такой большой, большая репутация, то есть мы себе имя действительно заработали, стабильного партнера, и это все приведет к тому, что вот ветка южного коридора, она может расшириться, диверсифицироваться, как со стороны Европы, так со стороны Азии. Ну все же вот у нас беседа сегодня идет, мы начинаем естественно с итогов, ну пусть предварительных итогов выборов, все равно переходим на газовый аспект и все равно идем на геополитические рельсы. То есть настолько сегодня все же вот мы видим, как внутренняя политика определяет внешний фон. Вот мы видели, например, на примере, скажем, Бориса Джонсона или на примере Макрона перед парламентские выборы, я не трогаю президентские выборы во Франции, именно перед парламентскими выборами, они прошли через два месяца после президентских, и мы очень подробно рассматривали это все. И то же самое вот посмотрели в Италии. То есть как бы не получалось, что главы правительств, они начинают вести именно в преддверии вот этих выборов внешнюю, внешнеполитическую деятельность усилить, все равно все же решается на внутреннем поле. Это то, что как раз Ильчим Алим говорил, что все равно решается внутри, потому что есть вопрос еды, есть вопрос продовольственной безопасности, элементарно социальные вопросы завтрашнего дня. То есть получается все же поэтому мы рассматривая парламентские выборы в Болгарии, мы сегодня затрагиваем и даже это само собой происходит, и газовый оттенок, и сельское хозяйство, и мировую геополитику. И Ильчим Алим, еще один к вам вопрос, подходит передача к концу, вот опять-таки хотели бы вот этот газовый оттенок все же несколько в ином разрезе. Вот премьер-министр технического правительства, как его называют, это Голыбдонев, подчеркнул, что София успешно справилась с процессом сертификации газопровода IGB, и это обеспечивает как раз вот ту самую диверсификацию, гарантию доставки газа для Болгарии. Его преимущество как раз-таки увеличивается, когда будет увеличен, заработает терминал по перекачке сжиженного газа в греческом Александрополисе. Вот как бы вы вот этот момент прокомментировали? Опять-таки через призму состояния дел внутри Болгарии. Речь идет о каком курсе, о выборе курса, о каком курсе Болгария мечтает, о каком курсе Болгария вообщем является и к чему стремится. Арсене Софии давно заявили о дополнительной интеграции, точнее о реинтеграции европейской рынке, европейскую политику. Болгария не хочет быть провинциальной страной, прозябать в провинции, в задворках европейской геополитики. Она хочет играть такую же роль, как Сербия, как Польша. Да, Болгария небольшая страна, и армия маленькая, и весы в политике в Болгарии всегда качаются в несколько раз в другие стороны, но вопрос в том, что Арсене Софии всегда мечтала играть особенно важную роль в европейской политике. И эту роль, наконец-таки, она смогла получить. Когда была церемония сдачи интерконнекторей, когда предназначены, и президенты Греции, и президенты других стран говорили о важности Болгарии, я думаю, что Болгары впервые за 25 лет смогли услышать важность своей страны для всей Европы. Они все-таки добились того, что Болгария перестала быть провинциальной европейской страной, как многие европейские политики считали. Я думаю, что с помощью новых договоров, с помощью новых заключенных соглашений, а особенно с помощью Азербайджана, Болгария сумеет занять достойное место, которое удалось услышать. Ну что ж, в принципе, мы постарались рассмотреть как раз сегодня эти вопросы вкупе. И еще раз скажем, что, безусловно, когда мы касаемся внутренней политики того или иного государства, особенно на фоне парламентских выборов, опять-таки, в той или иной стране, очень отчетливо начинает видеться, насколько все же интересы каждого жителя, каждого представителя этого народа становятся важными. То есть здесь уже сегодня сложно, да, ну, называется там иногда популистская партия или такая, там, или правоцентристы, или правые, или центристы. Но на самом деле речь уже идет о том, что именно вот сейчас, в преддверии зимы, ситуация усложняется практически для всей Европы, и насколько, конечно, вот политики смогут это осознать и не просто понять, а еще предложить какие-то меры, а где-то и контрмеры, зависит, безусловно, и благосостояние и каждого человека, да и в целом этого государства. Напоминаем, что с нами сегодня был Эльчин Аллауглу, журналист, и Эльчин Меджидов, политический обозреватель. Мы затронули сегодня предварительные итоги завершившихся досрочных парламентских выборов в Болгарии. Напоминаем, что это были уже четвертые парламентские выборы менее чем за два года. То есть именно, возможно, этим фактором и объяснялась очень невысокая явка избирателей на участке для голосования, но в любом случае предварительные итоги известны. Но, опять-таки, как уже прогнозируется, будет очень сложно создать правительство, которое могло бы работать уверенно, спокойно при поддержке всех политических сил. Возможно, все же мы сегодня и Эльчин Малим, и Эльшан Малим выражают надежду, что, быть может, вот этот газовый вопрос, который состоялся буквально в смысле два дня назад, в какой-то степени может привести к стабилизации этой ситуации. И мы на это надеемся, потому что взаимоотношения между Азербайджаном и Болгарией очень серьезные, очень сильные. И они просто дружеские. Причем, вот как мы рассматривали в конце прошлой недели, между нашими странами очень серьезные культурно-гуманитарные связи. Мы, конечно, заинтересованы, чтобы в Болгарии ситуация стабилизировалась, потому что это государство важно и не только для Азербайджана, но и для всей Европы, а в целом, как мы сегодня определили, и для всего мирового сообщества. В этом плане, безусловно, мы будем ждать окончательных итогов, то есть официальных цифр, которые покажут, какая из партий сколько набрала процентов. Но, опять-таки, будем надеяться, что все же удастся сформировать то правительство, которое будет вести Болгарию вперед и, во всяком случае, уже, как некоторые аналитики прогнозируют, очередной этап досрочных выборов он все же не состоится. Оставайтесь в CBC, следите за аспектами иностранных дел и будете в курсе всех важнейших вопросов современности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова